Уже второй год подряд белорусскому футбольному чемпиону приходится оспаривать привлекательное место под осенним Еврокубковым солнцем в поединках с болгарским клубом. В минувшем сезоне, если кто запамятовал, Батей испытал большое лигочемпионское счастье, переграв маститый многоопытный Левский. Ныне на пути Борисовчан, теперь уже в групповой этап Лиги Европы, стал куда менее авторитетный Литекс. Впрочем, после первого очного свидания соперников, имевшего место в четверг на городском стадионе Борисова, стало ясно, Чтобы оттеснить болгар с заветной Еврокубковой тропки, подопечным Виктором Гончаренко все равно придется потрудиться на славу. И вовсе не потому, что соперник Батей продемонстрировал запредельный класс и космический уровень футбола, скорее наоборот. Просто у себя на поле желто-синее в какой-то момент позволили Литексу слишком многое. Уверенно контролируя ход всего поединка и, казалось, неотвратимо дожимая гостей, футболисты Батей просто подарили болгарам гол на выезде, так много значащий при кубковой системе определения победителя. Не чувствуется какой-то обреченности, тяжело прикинуть в чем-то команду. Мы считаем, что довольно-таки хорошо сегодня играли на протяжении всех 90 минут, играли очень хорошо и очень быстро. Оказывали на соперника хорошее давление, такое же, хорошо прессинговали. Но футбол, наверное, состоит из ошибок, и кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Любопытно, что по признанию главкома Литекса Станимира Стоилова, во второй половине игры именно его команда грешила оборонительными оплошностями. Однако судьбоносной стала все же ошибка Борисовчан. Результативная атака гостей родилась из ничего, а точнее из ничего не предвещавшего решение Сергея Сосновского отпасывать мяч своему киперу Александру Гутеру. В передаче защитника не хватило силы. Оказавшийся поблизости Вильферет Нифлор вступил в борьбу за мяч, но в одиночку справиться с Гутером не смог. Зато подоспевший на подмогу Сандриньо был точен, и Литекс вышел вперед 1-0. Наверное, в какой-то мере мы отдаем долги прошлого года, что, может быть, даже играем лучше в какие-то моменты, но проигрываем. При этом, что в прошлом году, может, чуть хуже где-то играли, но нам стоит терпеть, этот момент когда-то закончится. То есть, если будем забротно играть, наверное, это другой результат будет. Что такое не везет, Борисовчане ощутили еще раз, почти сразу же после пропущенного мяча. Клесткий удар с лету в исполнении Павла Нехайчика большим футбольным чудом вытащил болгарский кипер Урош Голубович. В оставшееся до финального свистка время железных возможностей отквитации у Баты больше не было. Так что для восстановления паритета в противостоянии, а затем, надеемся, и общей победы, у команды Виктора Гончаренко остается еще как минимум 90 минут. Вот только их отсчет пойдет в четверг в древнем болгарском Ловиче. Еще раз скажу, какой-то обреченности не чувствуется, потому что, вот, отвечая на тот же вопрос, где лучше начинать дома или на выезде, ну, забив первыми в ответной игре, ну, как поведет себя соперник, атаковать, обороняться, что делать по этому. Ну, считаю, что у нас еще есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Да, будет тяжело, но надеюсь, что мы сильны духом и поборемся еще за выход в группу Лиги Европы. Спасибо.